Из поля этого самого зрения всегда исчезает последний видимый предмет, например, последний пельмень на тарелке в холодильнике. Что ты орешь, как потерпевшая, я же просто чихнул. На самом деле в зеркале отражается пузатый упырь, но мужчина видит там Аполлона. В идеально убранную тобой комнату всякий раз откуда-то вползают его носки, чтобы опять навеки поселиться. Только что же трезвый был, зараза. Именно отключать слух, а не затыкать уши пальцами, берушами или иными подручными предметами. Ничем иным нельзя объяснить его способность слушать собственное исполнение бессмертного хита «Я свободен». И не впадать в кататонию от этого боя мимо всех нот. Постпохмельное. Не знаем, как насчет подъема мертвецов из могил, но себя с дивана как-то же он поднимает после вчерашнего. То есть в Battlefield 3, в Dota 2 или в Танчике. Мужчина всегда знает, где его лучший друг и по совместительству твой муж Димон. Точно-точно знает, не волнуйся, он пробил колесо на трассе и наверняка посадил телефон. А не то, что ты подумала. А через пять минут Димон звонит тебе и говорит, что не брал трубку, потому что выходил в туалет, а вообще он у Сереги, скоро будет. Способность управлять водой на расстоянии. Вода испытывает к нему нежные чувства и пытается ползти следом, когда он выходит из душа. Способен сжигать пельмени на расстоянии. Как правило, сидя на расстоянии пары метров. Конечно, мы поженимся. Но попозже. Тайная суперспособность, но мы все равно догадались о ней, потому что нет никаких иных причин для того, чтобы так люто рассматривать одетых женщин. Голем – это глиняный великан, которого маги создают для того, чтобы самим не делать черную работу. Големы сильные, но не очень умные, и способны, как правило, только на одно простое действие, после выполнения которого превращаются в прах. Например, голем способен помыть плиту. Это значит только плиту и ничего больше. Даже если на столешницу рядом с плитой стошнило котика. Суперспособность активизируется при помощи заклинания дорогой, нам надо серьезно поговорить. Без помощи источников тепла и электрического тока. На ровном месте, короче. Уверяет, что пил с самим цаем, хотя родился в 1989 году. С йогурушкой Летовым тоже пил вот буквально вчера. С легкостью превращается в любое существующее животное, но обычно выбирает превращение в тюлени, макаку или бобра. Никакой другой злобный и шумный дух не станет одновременно включать перфоратор, газонокосилку и бензопилу. На даче. В субботу. В 7 часов 30 минут утра. Денег нет, но вы держитесь. Честное слово, совсем нет ни копейки. Кстати, сегодня курьер придет, новые диски привезет для его ласточки. Сундук с магическими предметами хранится на балконе, присыпанный старыми лыжами. И трогать его нельзя под страхом смерти. Полное слияние с окружающей действительностью. Как правило, с диваном. Остается абсолютно незаметным, пока не произойдет спонтанное включение ерихонской трубы. Ты мне такого не говорила. А я не знал, что так нельзя делать. Что ты сказала, дорогая. Единственная магическая способность, которая есть у каждого мужчины, но ни у одного еще не сработала. Бывает, заходит человек в туалет, и все. Исчезает как минимум на час. И вовсе не тот, о котором ты подумала, а самый настоящий, мужчина без 25 метров кабеля, это не мужчина. Правда, никто не знает, на черта им нужен этот самый кабель, и спрашивать бесполезно, потому что ответ один пригодится. Но трогать его ни в коем случае нельзя. Поэтому мы подозреваем, что именно в этом мотке кабеля они и прячут яйцо, а выйдется иглу, а на кончике ее, свою смертушку.